всех приветствую на своем канале с вами алексей шреддер доморощенный качок нахожусь сейчас со своей женой в ее родной деревне очень хорошая погода и вообще после того как мы черногории приехали каждые выходные субботу воскресенье ездили в деревню это уже седьмой или восьмой раз подряд и всегда нам везет на хорошую погоду хотя пока мы сидим в минске погода не всегда нормальная но в общем везет безветренно солнышко очень тепло сегодня 2 сентября мне этого конечно всего не будет в москве хватать душой не хочется ехать в столицу российской федерации но ум не говорит что надо и надо обязательно потому что под лежачками вода не течет ну да ладно сегодня ролик будет касаться топа 10 десертов которые наименее вредны для вашего здоровья я недавно записал топ-12 наиболее вредных которых следует избегать кто еще не видел советую посмотреть я дам и ссылку под этим роликом в описании тех реально продуктов строго желательно избегать потому что там вред неимоверно для здоровья сегодня после того как у меня начали спрашивать а что же тогда с чайковой потреблять я запишу топ-10 наименее вредных десертов еще меня поразило то что когда я вот этот топ-12 записал и раньше когда про копченую колбасу и сухую колбасу рассказывал всякие копчености тому подобный шлак мне люди все время спрашивают а нафига так жить а что тогда есть господа десятки есть разных продуктов нормальных которые можно есть среди них тоже есть не очень по качеству нужно уметь выбирать десятки из этих десятков продуктов можно приготовить по тысячам и десяткам тысячам рецептов очень вкусную еду поэтому если вы за исключением этого шлака который я называю в топ-12 продуктов которые нужно избегать не знаете других видов еды то мне вас реально жалко у вас явные будут проблемы со здоровьем или они есть уже изучайте обязательно диетологию заботиться о здоровье или здоровье не позаботиться о вашем хорошем настроении и о вашей длительности жизни и так ладно начнем топ-10 десертных продуктов не домашнего приготовления мы сразу по умолчанию понимаем что дома можно приготовить абсолютно безопасный тортик абсолютно безопасная пирожка или практически безопасная по своему рецепту из очень правильных продуктов в общем это понятно я именно говорю о чем-то магазином вот этот топ-10 либо то что можно покупать у кого-то с рук кстати перед тем как начинать это топ я вам скажу следующее я пронюхал такую фишку что транс жиры они же разные пальмовые жиры там в гидрогенизированной вредной форме как правило маскируются на упаковке на упаковке надписью растительный жир если на упаковке написано растительное масло то это скорее всего масло в первозданном виде и это не вредный элемент если растительный жир то вот это уже скорее всего гидрогенизированные вредные транжиры растительный жир запомните избегайте когда на упаковках написано растительный жир или гидрогенизированный жир итальян там синтетический жир или замена сливочного масла кculos его масс коровьего жира и так далее маскируют транжиры по-разному на наших упаковках этак топ-10 наименее опасных десертов на десятом месте Пряники. Да, в пряниках есть сахар, сахар не полезен, согласен, но по сравнению с тем адовым топом 12, который я снимал ранее, пряники вполне безобидны. В пряниках что там? Да, сахар есть, но мука и то ржаная, и мед могут в пряники добавлять, ну, патока это понятно, это тоже что сахар, яичные желтки, могут орехи добавлять, ну, еще что-то, но по сути сахар, ржаная мука, яичные желтки, по сути. Жира, как правило, процентов 6, не больше в пряниках, трансжиры там вряд ли есть, если есть, то очень мало, но по-моему их там нет вообще, то есть это продукт более-менее неплохой, по пару пряников под чай иногда можно потреблять, вреда практически не будет. Девятое место моего топа, это бисквитное печенье, я вам рассказывал о жирном печенье, типа овсяного и других видах, там много трансжиров, готовится на маргарине, фу, бяка, лучше не потреблять, вред большой здоровью. Но бисквитное печенье готовится приоритетно из яиц, пшеничной муки и сахара, то есть это не такая вредная композиция, как с более жирным печеньем. Бисквитное печенье, ну могут быть другие ингредиенты, но практически безвредно по сравнению с тем же овсяным печеньем, более-менее даже магазинное бисквитное печенье можно употреблять. Так, у меня тут списочек, могу что-нибудь перепутать. Восьмое место. Мороженое из цельного молока или сливок. Я вам рассказывал про мороженое, которое избегаете, сделанное из безжирного сухого молока, гидрогенизированного жира и глазурь, сделанное из гидрогенизированного жира и куча химии. Более-менее нормальное магазинное мороженое, то, которое сделано из цельного молока, сливок. Вот среди ингредиентов эти элементы должны стоять на первых местах. Не вода питьевая и сахар, а именно молоко цельное или сливки. Белорусское мороженое есть одного производителя, нормально, я его иногда ем, оно именно состоит из цельного молока в основном. Это мороженое хладокомбината номер два, советую. В России есть ли такое мороженое из упаковок, я не знаю. В общем, это более-менее безопасный продукт, сделанный из молока, по сути. Да, сахар там есть, но это не так страшно, там его и не так много, кстати. По сравнению с другими опасными десертами, мороженое из сливок, нормуль. Седьмое место. Сушки. Сушки. Ну, как вы знаете, в сушках жира всегда очень мало. Я рекомендую брать именно сушки, которые до двух процентов жира. Напомню, если среди ингредиентов сушек присутствует растительный жир, то это плохо. А если растительное масло, то это нормально. И в любом случае сушки по сравнению с разными жирными печеньками очень даже безопасны. Можно под чаек спокойно кушать. Номер семь моего топа. Номер шесть. Белый зефир. Почему лучше избегать зефиро-шоколадной глазури? Потому что шоколадная глазурь, к сожалению, на зефире это не шоколад. Это максимум какао тертое, которое почти обезжирено. А жир заменяется гидрогенизированными вредными трансжирами. Поэтому лучше кушать белый зефир. И не цветной даже какой-нибудь, не крашенный. Потому что вы не знаете, натурально он покрашен или натурально лучше белый. Изготавливается он из сильно взбитой пены пюре яблочного. И да, там есть какой-то сульфид. Но этот сульфид не такой уж и вредный. Больше всего вреда в зефире именно от сахара. Сахара там достаточно. Но как бы кроме сахара больше ничего вредного нет. По чуть-чуть белый зефир можно вполне есть. Транжиров ноль, в принципе. Пектин есть полезный элемент. Так что зефир белый. Ну, вполне такой безобидный элемент питания, десерт, если не переедать. Так, пятое место. Домашнее натуральное варенье. Да, в натуральном варенье, даже в домашнем, достаточно много сахара. Это понятно, сахар не полезен. Но я напомню, это список почти безвредных десертов. Понемногу можно спокойно есть. По крайней мере, это ягоды. Особенно, если варенье варится недолго. Есть рецепты, когда только там, ну, чуть-чуть варится варенье. Оно все равно достаточно долго хранится. Хотя бы микроэлементы. Витамины, может, и не останутся после температурной обработки. Но микроэлементы природные в ягодах присутствуют в достаточно большом количестве. Из зол, это наименьшее из зол, домашнее натуральное варенье. Не магазинные джемы. В магазинных джемах, как правило, куча химии. Это не продукт. Это нужно избегать. Но натуральное домашнее варенье на пятом месте. Нормальный продукт. Четвертое место. Мармелад. И чем дороже мармелад, тем лучше, господа. Бывает, мармелад очень мягкий. И в него добавляют разную фигню, чтобы он дольше хранился. Потому что мягкий мармелад, в нем мало, как это называется, сейчас посмотрю, желатирующий элемент, желирующий агент. Его мало там. А желирующий агент, это хорошая вещь. Это либо пектин, либо желатин, либо то и другое. Чем больше добавляют в мармелад пектина и желатина, чем он такой более твердый. Это более качественный мармелад. В таком мармеладе и сахара меньше, и он, как правило, без химии, которая продлевает срок годности. Мармелад это более-менее неплохой продукт. И сахара в нем не так уж и много. Да, сахар есть, но что поделаешь. Общая вредность все равно практически отсутствует у мармелада. Конечно, если килограммами не есть. Что-то машины разъездились сегодня. Обычно здесь очень мало машин. Третье место. Сухофрукты. Я сразу хочу сказать, что в последнее время даже с сухофруктами начали химичить. Не берите сухофрукты, которые блестят. Блестушки это всегда обработанные химией сухофрукты. Особенно финики и курага. Или курага, как правильно? Курага или курага? Наверное, курага. Не надо брать блестящее. Ну и тусклое слишком, заплесневелое тоже не нужно брать. Блестяшек остерегайтесь. В общем, сухофрукты и сладенькие, и под чай, в принципе, годятся. И в них много микроэлементов и есть витамины. Поэтому сухофрукты это хорошая вещь. На третьем месте моего списка. Даже полезным десертом отнесу. Второе, что я отнесу к полезным десертам, это горький шоколад. Я обожаю эту вещь. Постоянно ее ем. Шоколад 70% какао тертого и плюс. То есть, в основном даже 75-85 в этом районе я люблю шоколад. Да, там есть сахар, но его немного. И такой шоколад бывает полностью без сахара. Трансжиров вообще ноль. Жира достаточно много в шоколаде, но это жир какао тертого, какао масла. Это полезный жир, господа. Естественный, растительный. Хорошая вещь. Горький шоколад. Всем рекомендую. Ем в основном швейцарские и немецкие. Хорошие сорта есть очень. Рекомендую. На втором месте. И на первом месте, не будь я сыном пчеловода, мед. Некоторые считают, что это просто фруктоза с глюкозой. На самом деле далеко не так. Посмотрите. Куча рецептов, тысячи рецептов в книжках. И все мед, 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 мед. Там столько микроэлементов, столько полезных веществ, что просто, просто мед это самое полезное из всех десертов. И история его потребления уже тысячи лет. Все. Пока. Это был мой топ полезных, не полезных, а безвредных десертов.